Это программа «Израиль за неделю». На исходе каждой субботы я, Борис Штерн, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. Добрый вечер. Жизнь в контексте войны несет особый смысл. Война видна во всем. Даже празднование Песаха, праздника выхода из египетского рабства и обретения свободы в этом году были с ощущением войны. За каждым столом, где проходила праздничная трапеза, был пустой стул. Стул, на котором мог сидеть израильтянин, который до сих пор находится в плену у террористов. Уже более двухсот дней. Наша битва за их освобождение. Освобождение тех, кто должен вернуться домой, несмотря ни на что. Ни на Хамас, ни на ООН, ни на Иран. И мы победим. Потому что таков путь. Собственно, об этом и не только сегодня в программе «Израиль за неделю». Непокоренный Исфахан. Израиль не берет на себя ответственность за атаку по иранским стратегическим объектам. По версии Тегерана, ничего не было. По мнению экспертов, ЦААль пробил иранскую ПВО. Американское финансирование. США утвердили выделение 26 миллиардов долларов на военные нужды Израиля и гуманитарные программы в секторе газа. Бапор не получит ни цента. Внезапная отставка. Глава военной разведки ЦААль уходит со своего поста. Наблюдатели говорят, что это только начало. Военные, не дожидаясь расследования, признают свою вину за провал 7 октября. На стыке недели случилось то, что в Иерусалиме отрицают, а в Тегеране не признают. Неизвестно, кто нанес удар по военным объектам Ирана в Исфахане. Точнее, рядом с ядерным центром Исламской республики. По версии Тегерана, ничего не было вообще. По мнению международных экспертов, ЦААль пробил иранскую противовоздушную оборону. Подробности главного события недели в нашем материале. В Исфахане все спокойно. Иранские СМИ распространяют кадры города, где жизнь идет своим чередом. Ранним утром недалеко от базы ВВС прогремели взрывы. Сразу посыпалась информация. Атаковал Израиль. В ответ на запуск Ирана в ночь с 13 на 14 апреля более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Однако позже иранские телеканалы и сайты сообщили, ничего не было. Города Исламской республики, включая Исфахан, не подвергались атакам со стороны какого-либо иностранного государства. А значит, нет оперативных планов реагировать, тем более в день рождения верховного лидера. Хаминаи 19 апреля исполнилось 85 лет. МАГАТЭП поспешила заявить, ядерные объекты в Иране не пострадали после удара по Исламской республике. Хизбалла тоже поспешила заявить, мы не станем вести полномасштабную войну, если израильтяне не решат вступить в войну против нас. Иначе говоря, за Иран Хизбалла воевать не хочет. От Израиля ждали нескольких вариантов ответа. Жесткий удар по ядерным объектам Тегерана, средний, по объектам, с которых были запущены дроны и ракеты в сторону еврейского государства, ограниченный, точечные ликвидации плюс кибератака. Не ответить. Такой вариант в Иерусалиме не рассматривали. Самый дорогостоящий салют в истории. Израиль успешно отбил масштабную атаку Ирана. В ночь на воскресенье Тегеран атаковал территорию еврейского государства сотнями ракет и беспилотников. По данным Цааля, 99% из них были сбиты. Незначительные повреждения получила авиабаза в пустыне Негев, куда пришелся наиболее сконцентрированный удар баллистическими ракетами. Атаку помогали отразить ВВС и ВМС США, Великобритании, Франции и Иордании. Минувшей ночью Иран атаковал Израиль более чем 300 различными следствами. Иранская угроза встретила воздушное и технологическое превосходство армии обороны Израиля вместе с сильной боевой коалицией, которая вместе перехватила большую часть угроз. Мы перехватили 99% угроз, направленных на территорию Израиля. Это очень важное стратегическое достижение. Иран совершил очень серьезный проступок, подтолкнув Ближний Восток к эскалации. Мы делаем и будем делать все необходимое для защиты граждан Израиля. На выходных Иран предпринял масштабную атаку на Израиль. С территории Ирана, а также Ирака, Йемена, Сирии и Ливана в сторону государства Израиль было выпущено более 350 баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. В небе Ближнего Востока работала коалиция для отражения этой атаки, что ознаменовало начало операции «Цаль-железный щит». При этом Тегеран пытается заверить всех, что запуск более 300 беспилотников и ракет, в том числе баллистических, был всего лишь предупредительным залпом. «Законные оборонительные контрмеры Ирана завершены, поэтому режим Израиля, террористический режим, должен прекратить любой дальнейший военный авантюризм, направленный против наших интересов. Конечно, в случае любого применения силы израильским режимом и нарушения нашего суверенитета, Исламская Республика Иран без малейших колебаний даст решительный ответ, чтобы заставить режим пожалеть о своих действиях. Республика Иран до недавнего времени проявляла значительную сдержанность, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и желая дать ООН шанс предотвратить эскалацию конфликта. Но мы столкнулись с тем, что «Белый дом» предоставляет зеленый свет израильскому режиму, а также с продолжающимся бездействием Совета безопасности ООН в предотвращении этих атак. Военные действия Ирана 13 апреля были, во-первых, необходимы, потому что у Тегерана не было другого выбора. Во-вторых, это было осуществлено в ответ на серию атак израильского режима, особенно по нашему посольству в Сирии. В-третьих, это произошло в рамках реализации права Ирана на законную защиту согласно международному праву. В-четвертых, с соблюдением критерия ненападения на гражданское население и объекты. И в-пятых, атака Ирана сосредоточилась исключительно на двух военных базах израильского режима, которые использовались при нападении на наше посольство. Однако, несмотря на попытки Тегерана запугать как Израиль, так и его союзников, в Вашингтоне указали на явный провал демонстрации военной мощи Исламской Республики, которая, безусловно, изменила расклад сил в регионе, показав Иран бумажным тигром. «Итак, давайте будем откровенны. Учитывая масштабы этой атаки, намерения Ирана явно заключались в том, чтобы вызвать значительные разрушения и жертвы. Иранские лидеры запустили так много ракет и других боеприпасов, потому что знали, что многие из них будут сбиты. Но целью было провести как можно больше из них через оборону Израиля». Противостояние после первого в истории прямого нападения Ирана на Израиль переместилось в ООН. Постпредеврейского государства Гелат Эрдан упрекнул членов Совета Безопасности в игнорировании иранской угрозы на протяжении очень долгого времени. «Больше никакого блефа. Иран публично напал на Израиль со своей суверенной территории. Это нападение перешло все красные линии, и Израиль оставляет за собой законное право принять ответные меры. Мы не лягушки в кипящей воде. Мы нация львов. После такого массированного и прямого нападения на Израиль весь мир, не говоря уже об Израиле, не может согласиться на бездействие. Мы будем защищать наше будущее». Созванный по тревоге Совбез ООН разделился на тех, кто жестко осудил действия Исламской Республики, и тех, кто пытался оправдать массированную атаку с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. «В ближайшее время Совет Безопасности должен недвусмысленно осудить агрессивные действия Ирана и призвать Иран и его партнеров и доверенные лица прекратить свои атаки. Если Иран или его доверенные лица предпримут действия против США или дальнейшие действия против Израиля, Иран будет нести ответственность». Но в Израиле, со своей стороны, считает, осуществив прямую агрессию в отношении еврейского государства, Тегеран допустил серьезную ошибку, и у Иерусалима появился шанс сплотить государство Запада и арабских соседей для противостояния экспансионистской политике Исламской Республики на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден созвал экстренное заседание Большой Семерки, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана. Вашингтон считает действия режима Айатол крайне опасными и способными столкнуть весь регион Ближнего Востока в пучину масштабной войны. Ранее сегодня Иран и его доверенные лица, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, предприняли беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я осуждаю эти нападения самым решительным образом. По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в этот регион самолеты и эсминцы с системами противоракетной обороны. Благодаря этому развертыванию и исключительному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты еще на подлете. Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньягу, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америке безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал замечательную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные нападения, посылая своим противникам четкий сигнал о том, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля. Позицию США поддержали и другие страны. Риша Сунак, премьер-министр Великобритании, чьи самолеты участвовали в перехвате иранских ракет и беспилотников, на подлете к Израилю поблагодарил пилотов за выполненную задачу и отметил, что атака со стороны Тегерана несла угрозу не только Израилю, но и соседним странам. Иран запустил шквал ракет и ударных дронов в сторону Израиля. Это была опасная и ненужная эскалация, которую я самым решительным образом осудил. Благодаря скоординированным международным усилиям, в которых участвовала Великобритания, почти все эти ракеты были перехвачены, спасая жизни не только в Израиле, но и в соседних странах, таких как Иордания. ВВС Великобритании направили в регион дополнительные самолеты в рамках наших существующих операций по противодействию исламскому государству в Ираке и Сирии. И я хочу воздать должное храбрости и профессионализму наших пилотов, летевших навстречу опасности, чтобы защитить мирное население. При этом Сунак обвинил режим АТО в стремлении дестабилизировать регион. Иран полон решимости сеять недовольство и дестабилизировать регион. Если бы эта атака была успешной, последствия для региональной стабильности было бы трудно переоценить. Сейчас нам нужно, чтобы восторжествовало спокойствие. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы решить эту проблему. Иордания, предупредившая, что будет сбивать любые воздушные объекты, представляющие угрозу безопасности страны, сдержала слово. Агентство Франс Пресс распространило снибок, на котором видны обломки ракеты, которая, как сообщается, была перехвачена над Аманом. Мы столкнулись с некоторыми летающими объектами, которые вошли в наше воздушное пространство, и нам пришлось противостоять им, чтобы не допустить, чтобы они поставили под угрозу безопасность наших граждан. За это время обломки упали в нескольких местах, не причинив никакого ущерба или травм гражданам. Сегодня, как Совет министров, мы призываем все стороны проявлять самоконтроль и проявлять дисциплину и ответственность. Мы не должны быть втянуты в какую-либо эскалацию, которая, несомненно, приведет к опасному развитию событий, и мы подчеркиваем необходимость доэскалации со всех сторон. Американцы, заявив о нерушимости поддержки безопасности Израиля, параллельно призывают Иерусалим не втягиваться в спираль военного противостояния. Не хочет этого явно и сам Тегеран. Очевидно, режиму было крайне неприятно узнать, что ему практически не удалось пробить купол ПВО над Израилем. Хотя победные реляции от Корпуса Стражей Исламской Революции, выполнившим честные обещания, не заставили себя ждать. Отныне, если сионистский режим посягнет на наши интересы, нашу собственность и наших граждан, мы нанесем им ответный удар со стороны Исламской Республики Иран. Десятки дронов, крылатых и баллистических ракет смогли разрушить глубокие слои, казалось бы, обнадеживающие противовоздушные обороны сионистского режима, а также повлиять на альянс противовоздушной обороны между Америкой, Францией и сионистским режимом и ослабить его. Мы считаем эту операцию успешной, и по нашему мнению, эта операция завершилась, и нет намерения продолжать эту операцию. Но если сионистский режим предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, либо на территории Ирана, либо в центрах, принадлежащих нам в Сирии, или где-то еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой. При этом Тегеран предупредил США, если Израиль решится на ответный удар, а Вашингтон ему поможет, то в следующий раз иранские ракеты полетят в сторону американских баз. Мы сообщили США через посольство Швейцарии, что если Соединенные Штаты примут участие в следующих агрессивных действиях сионистов посредством военных баз или других объектов, которые они имеют в регионе, и эта информация подтвердится, американские базы, персонал и объекты в регионе не будут в безопасности. Мы рассматриваем Америку как агрессора, и она будет иметь дело с нами. Подобные речи, равно как и рассвеченные огнями запускаемых ракет неба Ирана, вызвали среди населения страны ажиотаж. Многие иранцы вышли на улицы, празднуя первую в истории массированную атаку их страны против Израиля, уничтожение которого режим Айатол транслирует все эти годы в качестве основы внешней политики. США уже заявили, что не намерены участвовать ни в каком ответном ударе по территории Ирана. Да и сама атака, по мнению большинства экспертов, была скорее эффектной, чем эффективной. И Израиль, и его союзники были готовы к такому развитию событий, так как Тегеран, выступающий в роли главного антагониста еврейского государства, должен был показать своим союзникам и собственным гражданам, что может и будет отвечать на инциденты, подобные удару по посольскому объекту в Дамаске, приведшему к гибели высокопоставленных офицеров корпуса стражи Исламской революции. Но есть одно «но». Прямое нападение Ирана на территорию Израиля впервые нарушило красную линию. Иранский режим сознательно подвел весь Ближний Восток к краю пропасти. Иранский режим выпустил по Израилю более 300 ракет, беспилотников. Мы самым решительным образом осуждаем прямое нападение Ирана на территорию Израиля. Германия полностью солидарна с Израилем. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших атак, в том числе через прокси. То, что произошло 19 апреля, по мнению аналитиков, является четким сигналом Тегерану. Действовать можно и не запуская сотни ракет со своей территории. Иран угрожал. Если Израиль атакует, мы ответим. Кто-то иранскую территорию атаковал. Но с иранской территории. Значит, у кого-то есть возможность действовать во владениях режима Айатолл изнутри. А это куда опаснее для Тегерана. Гость нашей программы сегодня джазмен, продюсер, пианист и легенда джазовой сцены Израиля Леонид Пташко. Леонид, добрый вечер. Шава Ато в хорошей неделе. С праздником Песах. И с наступающим юбилеем. Спасибо большое. Я очень тронут, чтобы меня пригласили. Но сделать это было просто не... Не сделать это, точнее, было просто невозможно. 3 мая у Леонида юбилей 60 лет. Это очень серьезный такой рубеж. Под эту дату фестивалей целых сразу два, точнее один, но в два дня. Вы живете в Аждоде. Аждод – один из самых обстреливаемых городов, можно сказать, на линии фронта. Что такое жить во время войны в таком городе? Что такое юбилей во время войны? Насколько это вообще все может быть совмещено в одной жизни? Война, джаз, юбилей и все, что происходит вообще в стране? Дело в том, что в Аждоде я живу 32 года. Два года до этого я жил в Тель-Авиве. В 96-м году у меня вышел первый диск в Израиле, который назывался «Барагашот мой уравим». В смешанных чувствах. Дело в том, что когда, я помню, когда полетели первые ракеты на Аждод, я в этот момент сказал, что придет время, когда полетит и дальше. Музыка – это спасение, музыка – это инструмент, это то, что есть у музыкантов, и то, что используют или получают в качестве поддержки все остальные израильтяне. Дело в том, что для меня, как для артиста, я родился, можно сказать, с роялем в руках, с музыкой в руках. У меня никогда не было выбора какого-то, я никогда не выбирал, в какую сторону мне идти, там, стать врачом или еще. Вот музыка – это мое тело, на физической основе. И поэтому для меня музыка – это не столько спасение, сколько это как воздух, это необходимость. Это совсем другая история. Моя органика вся, она связана вот с музыкой и с сочинением музыки, с игрой. Поэтому, когда я сказал то, что произошло 7 октября, у меня отказало все тело. И отказала музыка. Потому что музыка – это часть меня, это мой организм. И поэтому для меня это не спасение. Это моя жизнь, это мой воздух, это вода, это все, что хотите. Для людей, которые живут, я знаю прекрасно, я отдаю полную оценку тому, что может служить музыка, чем она может служить для людей. Для людей – это спасение. Потому что на самом деле, люди, которые идут на работу каждый день, им нужен выход какой-то, выход адреналина. Кто-то любит на мотоцикле покататься, там в пустыне, кто-то еще, что-то такое. А кто-то любит культуру, искусство, они приходят в музеи, на концерты, потому что это духовное питание, которое их как бы держит. А я это даю, вот это все, эти флюиды, они из меня исходят, от меня исходят, и я получаю обратно от этой публики. Поэтому говорить о том, что это спасение – это моя жизнь. Леонид, спасибо. Продолжим нашу беседу в следующем эфирном блоке. Не прощаемся. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Американское финансирование. США утвердили выделение 26 миллиардов долларов на военные нужды Израиля и гуманитарные программы в секторе газа. Бапор не получит ни цента. Внезапная отставка. Глава военной разведки Цааль уходит со своего поста. Наблюдатели говорят, что это только начало. Военные, не дожидаясь расследования, признают свою вину за провал 7 октября. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Сенат США на этой неделе утвердил выделение 26 миллиардов долларов на военные нужды Израиля и гуманитарные программы в секторе газа. По идее, этих денег теперь хватит на полноценное продолжение боевых действий в контексте иранской угрозы. Большая часть из них пойдет на системы ПРО. Почти 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь для гражданского населения сектора. При этом американцы уверяют, Бапор не получит ни цента. Подробности в нашем материале. Это не идеальный закон, но это лучший вариант в нынешних обстоятельствах. Палата представителей Конгресса США проголосовала за дополнительную помощь Израилю, Украине и Тайваню. Общий пакет на сумму в 95 миллиардов долларов, инициированный администрацией Джо Байдена, был разбит на четыре отдельных законопроекта, включающих как саму помощь, так и запрет на приложение ТикТок, которое, как подозревают многие в Вашингтоне, подвержено влиянию Китая. Введение санкций против Ирана и России, а также передачу российских конфискованных активов Украине. Мир дестабилизирован. Это пороховая бочка. Настали опасные времена. Трое наших главных противников – Россия, Иран и Китай – работают вместе и являются агрессорами по всему миру. И они представляют глобальную угрозу нашему процветанию и нашей безопасности. Это не идеальный законодательный акт. Но нет никаких сомнений в том, что Палата представителей внесла множество существенных улучшений в законопроект Сената. И продукт, который мы отправили туда, намного лучше. Я отмечу, что этот пакет очень важен. Он также включает приоритеты национальной безопасности. И это единственный способ заставить демократов поддержать помощь Израилю. Это факт. Одобренный Нижней Палатой Конгресса пакет помощи Израилю, за который проголосовали 366 членов Палаты представителей, а 58 выступили против, призван обеспечить дополнительную гибкость при передаче Израилю предметов оборонного назначения из запасов США, хранящихся в других странах. Из почти 26,5 миллиардов долларов, предназначенных для помощи Израилю, 4 миллиарда предусмотрены для систем противоракетной обороны, железный купол и проща Давида. Еще 1,2 миллиарда пойдут на систему обороны «Железный луч». 4,4 миллиарда долларов на пополнение запасов оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю. 3,5 миллиарда на закупку современных систем вооружений и других предметов в рамках программы иностранного военного финансирования. Речь в первую очередь идет о боеприпасах для систем ПВО, которые Израиль использовал для перехвата ракет, запускаемых боевиками группировки «Хамас» из сектора Газа за последние полгода. Правда, в настоящий момент эти запуски практически сошли на нет, поскольку Цааль контролирует почти всю территорию сектора Газа. Но Израиль говорит, что ему необходимо пополнить запасы, чтобы быть готовым к будущим нападениям, в том числе перехвату ракет, запускаемых проиранской группировкой Хизбалла с территории Ливана. На гуманитарную помощь будет выделено 9,2 миллиарда долларов, в том числе на продовольствие, жилье и базовые услуги населению, переживающему кризис. При этом в законе отдельно прописан запрет на финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам. Бапор. О законопроекте существует много дезинформации, и я просто хочу сделать одно замечание по поводу одного вопроса, который привлек много внимания, а именно, может ли часть этого финансирования пойти Хамасу или другим террористическим организациям или кому-то еще? И мы включили в законодательство гарантии, что Бапор, агентство ООН, в которое входили террористы, которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября, финансироваться не будет. У нас также есть формулировки, которые не позволяют передавать какое-либо финансирование Хамасу или другим злоумышленникам. Окончательный вариант закона, как ожидается, отправится на подпись президенту США до конца недели. Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение интересов нашей национальной безопасности и ясный сигнал о силе американского лидерства на мировой арене. В этот критический переломный момент они собрались вместе, чтобы ответить на призыв истории, приняв крайне необходимый закон о национальной безопасности, за обеспечение которого я боролся несколько месяцев. Этот пакет окажет критическую поддержку Израилю и Украине, предоставит крайне необходимую гуманитарную помощь Газе, Судану, Гаити и другим местам, пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, и укрепит безопасность и стабильность в Индотихоокеанском регионе. Это произошло в момент крайней необходимости, когда Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина находится под продолжающимися бомбардировками со стороны России. Я хочу поблагодарить спикера Джонсона и лидера Джеффриса и двухпартийную коалицию законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за то, чтобы поставить нашу национальную безопасность на первое место. Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его. Пока американские конгрессмены голосовали за помощь Израилю, союзник США по НАТО, Турция принимала у себя руководителя политбюро Хамаса. Президент Реджеп Тайп Ардаган тепло приветствовал главу палестинских террористов Исмаила Ханию, пообещав тому продвигать идею независимого палестинского государства. Хамасовский лидер со своей стороны похвалил Эрдагана за его антиизраильскую риторику и действия и пообещал не отпускать заложников. Несмотря на десятки встреч и сообщений, которыми мы обменялись через наших посредников, сионистский враг до сих пор не согласился на прекращение огня в Газе. Все, что они хотят, это возвращение заложников, чтобы они могли продолжить войну в Газе, а этого не может быть. Должен быть полный вывод израильских войск из сектора Газа. Президент Турции упомянул на встрече, что был принят ряд решений о прекращении торговли с Израилем. Им сказали, что это шаг в правильном направлении. Заявление президента о том, что он считает Хамас национально-освободительным движением и связывает его с турецким движением за национальную независимость, определенно является предметом гордости и признательности с нашей стороны и со стороны палестинского народа. Признателен Хания и Ирану за его первую в истории прямую атаку на Израиль. Несмотря на то, что ракетно-беспилотный зал показался малоэффективным, лидер Хамаса видит в этом позитивные изменения в балансе сил на Ближнем Востоке. Окупанты должны нести ответственность за недавние события, потому что именно они взорвали иранское консульство в Дамаске, в результате чего погибло несколько иранских стражей исламской революции. Поэтому все ожидали, что Иран не сможет хранить молчание по поводу этого нападения, которое напрямую ущемляло их суверенитет. И это доказывало, что, возможно, израильская оккупация неправильно поняла политику стратегического терпения, которую Иран использовал в прошлом. Поэтому, конечно, все ожидали ответа от Ирана. Но масштаб этого ответа зависит от Ирана. Именно они принимают решение о том, что они считают целесообразным. Визит Хании в Турцию состоялся через три дня после его переговоров с министром иностранных дел этой страны Хаканом Фиданом в Дохе. И это первая встреча лидера террористов с Эрдоганом. К слову, турецкий президент высказал озабоченность тем, что ирано-израильский инцидент отвлек внимание мирового сообщества от ситуации в секторе Газа. И Исмаил Хания, очевидно, намек понял. Напомню, гость нашей программы сегодня джазмен, продюсер, пианист и легенда джазовой сцены Израиля Леонид Пташко. С ним мы подводим итоги недели. Леонид, ну вот инструмент, музыка, чувство собственной причастности ко всему, что происходит, и выяснилось вдруг, что все артисты, все музыканты в Израиле оказываются на передовой. Вы давали десятки концертов, вы играли для солдат, вы играли для тех, кого эвакуировали с юга и с севера, вы оказались тем самым, что называется, оружием, которое во многом объединило страну в том числе. Как объяснить этот феномен? Дело в том, что, как я уже говорил, это часть меня, и тот самый, не знаю, маленький миллиметр своей души, который я мог подарить в те моменты, я это делал. Признаюсь, это было очень сложно, потому что энергетически играть, зная о том, что эти ребята потом идут в бой и защищать, ну, это не громкие слова. Ведь отличие израильской войны в том, что мы себя защищаем, на самом деле, на нас напали, и мы защищаем себя. У нас нет другой родины, у нас маленькая страна, и, и зная вот эту всю ситуацию, конечно, это маленькая частица того, что я мог дать. Если бы им это было не нужно, я бы этого не делал. Я прекрасно помню, как мы вместе вот с моими партнерами жемчужины классической музыки, мы вместе покупали зарядки для телефонов, когда только все это началось. Мы думали, в чем мы можем, ну, что мы можем сделать? Мы покупали сотни вот этого всего. Как происходило это общение? То есть, вот вы приходили в какие-то небольшие залы, солдаты вас слушали, люди вас слушали. был вот этот фидбэк или из-за войны все-таки была какая-то стена, которую нужно было с одной стороны растопить, с другой стороны это было сделать сложно, и все равно стена исчезала? Топить ничего не нужно было, потому что у нас у нас Израиль. Здесь здесь все настолько близко и рядом, что ребята приходили на концерт, как на концерт. Они задавали вопросы, мы общались, офицеры, и да и вообще это общение, это были не концерты, это было общение. Это было общение, кстати, среди ребят, которые воюют, там полно моих учеников, был период, когда я преподавал в Израиле, полно музыкантов, ребят молодых, которые и на ЦАФ Шмона и так далее, то есть шли на службу, и они это делали не потому, что это не у меня все время параллели, это не патриотизм, это совсем другое. Это не патриотизм, потому что слово патриотизм имеет какую-то ну такую коннотацию. Какой-то, да, коннотация такая немножко. Это кровь наша, у нас нет, у нас невозможно по-другому. Это не слова, это не слова. Защита Израиля, это не защита Израиля, это защита себя, это защита семьи, это защита детей. Это не громкие слова, мы все живем. Ведь посмотрите, как в один момент была мобилизация, когда вот 400-500 тысяч в очереди стали, уже невозможно было. Ребята приехали со всех стран, вернулись, бежали скорее. Поэтому это необъяснимое что-то, это нужно чувствовать кровью, это нужно чувствовать душой и телом. Параллельно боевым действиям, параллельно всему, что происходит, обстрелом, ситуации в Газе, на северной границе, существует еще некий информационный фронт. И музыканты, это тоже лицо страны. Вы считаете себя частью вот этого информационного израильского фронта? Вы можете объяснить тем, кто находится за пределами страны, что-то большее, чем израильские политики? Дело в том, что у меня очень много друзей и различные радио-телеканалы ко мне обращались из Америки, из Европы, ну, из России в частности. Я владею английским языком, я объяснял с точки зрения человек-искусства, естественно, как это все отражается на нас и так далее. Но дело в том, что с началом войны, вот 7 октября, я сказал себе, я пока за границу никуда не поеду. И я с того момента никуда не ездил. Все мои концерты, все мои проекты, они проходят только в Израиле. И я сказал о том, что до тех пор, пока это все не закончится, то есть во всяком случае вот этот период, и пока не будут освобождены все наши хостеджи, то есть наши все заложники, я не собираюсь никуда ехать и не буду ехать. Интервью по радио, по телефону нет проблем. Поэтому для меня, прежде всего, это Израиль. Вот сейчас это Израиль и моя мобилизация тем, что я здесь. Но друзья, которые у вас живут во всех странах мира, джазовые музыканты, первой величины, они ведь тоже, наверное, как-то отреагировали. Что они спрашивали? Что вы им рассказывали о том, что происходит? Во-первых, каждому не объяснишь и свою голову. Я сейчас говорю не о телеканалах и радиоканалах, я говорю о музыкантах, о моих коллегах. Каждому не объяснишь, что происходит. Но дело в том, что в основном, вот тут очень интересная вещь. В основном музыканты, которые, вот мои друзья, они в основном все были в Израиле. Это люди, которые хорошо уже знают Израиль. Это семья Карлинг, например, из Швеции. Американские мои коллеги и друзья. Из Германии. Они все очень хорошо знают, что происходит в Израиле. И они отдают полностью свой голос и поддержку. Некоторые, я знаю, что шведы, ребята, выступая по телевизору, по шведскому телевидению, они объясняли, что происходит в Израиле. То есть они очень хорошо понимают. А те, которые не понимают, тем, которым не объяснить, убедить невозможно. Это практически невозможно. Для того, чтобы понять, что происходит в Израиле и чем мы живем, все-таки нужно заинтересоваться Израилем и как-то побывать, что ли, здесь хотя бы один раз, для того, чтобы понять, насколько Израиль маленький, насколько действительно ситуация такая, что мы в прямом смысле этого слова должны выжить. Ведь сколько раз единственное, что я объяснял, что вот почему, скажем, никак не может создаться палестинское государство. Не потому, что мы не хотим. Потому что они сами не хотят. Ну, есть логика, которую невозможно объяснить. Они сами не хотят. Человек, который хочет, он это делает. Тысячу раз предлагали и то, и то, и то, и то. Проблема Израиля в том, что вот та Палестина, которая как бы хочет весь Израиль, не частично, а весь. То есть весь. А это невозможно. И вот это я и стараюсь объяснять. Окей, здесь поставим запятую. У нас есть еще одна очень важная тема, которая касается непосредственно фестиваля, который уже состоится на следующей неделе. О ней поговорим в следующем рекламном блоке. Не прощаемся. смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Внезапная отставка. Глава военной разведки Цааль уходит со своего поста. Наблюдатели говорят, что это только начало. Военные, не дожидаясь расследования, признают свою вину за провал 7 октября. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Внезапная отставка недели. Глава военной разведки Цааль Аарон Халива объявил, что уходит со своего поста. Генерал заявил, что такова его личная цена, личная ответственность за катастрофу Черной субботы. Наблюдатели говорят, что это только начало. Военные, не дожидаясь расследования, признают свою ответственность за провал 7 октября. Подробности далее. Глава военной разведки Израиля уходит в отставку. Аарон Халива берет на себя ответственность за провалы в работе своего ведомства, приведшие к нападению Хамаса 7 октября. Генерал-майор покинет свой пост, как только будет выбран его преемник. По согласованию с начальником Генерального штаба начальник разведывательного управления Аарон Халива обратился с просьбой о прекращении своих полномочий в качестве главы разведывательного управления в связи с событиями 7 октября. Генеральный штаб поблагодарил генерал-майора Аарона Халиву за 38 лет службы в ЦААЛе, в течение которых он внес значительный вклад в безопасность государства Израиль как солдат, так и командир. Аарон Халива стал первым высокопоставленным лицом, ушедшим в отставку после самой смертоносной атаки в истории Израиля. Он также призвал к созданию государственной комиссии по расследованию атаки 7 октября, которая сможет тщательно, глубоко, всесторонне и точно расследовать и выяснить все факторы и обстоятельства, приведшие к тяжелым событиям. Несмотря на то, что отставка была ожидаемой с самого начала, генерал заявлял, что несет полную ответственность за провалы разведки, однако факт его ухода создал прецедент для новых отставок в высшем руководстве страны. К слову, в отличие от военных и глав спецслужб, премьер-министр Бениамин Нетаньягу так и не взял на себя прямую ответственность за неспособность государства защитить своих граждан. Глава правительства делает упор на то, что в военное время никто лучше него не сможет отстаивать интересы государства на международной арене, где Израиль сталкивается с беспрецедентным давлением, Израилю, Вашингтон рассматривает возможность ввода санкций в отношении одного из подразделений Цааля, Нецах Иегуда, состоящего из ортодоксальных иудеев и подозреваемого нарушений прав человека. Я буду яростно защищать Цааль, нашу армию и наших бойцов. Если кто-то думает, что может ввести санкции в отношении подразделения Цаала, я буду бороться с этим изо всех сил, поскольку наши солдаты объединены, чтобы защитить нас на поле боя, мы объединились, чтобы защитить их на политическом поле. Вместе мы будем бороться и с Божьей помощью вместе мы победим. Вашингтон ранее никогда не приостанавливал помощь подразделениям Цааля. Как сообщается, этот шаг будет связан с предполагаемыми злоупотреблениями на Западном берегу, включая один инцидент в январе 2022 года, в результате которого Амар Асад, американец палестинского происхождения, умер после того, как израильские солдаты его задержали. Асад скончался в результате сердечного приступа. К слову, все предполагаемые нарушения имели место до нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Существуют ли у нас двойные стандарты? Ответ – нет. Когда мы рассматриваем права человека и состояние прав человека во всем мире, мы применяем один и тот же стандарт ко всем. И это не меняет того, является ли рассматриваемая страна противником, конкурентом, другом или союзником. И это чрезвычайно важно. В Израиле со своей стороны наиболее важным считают то, что Хамас по сути отказывается отпускать все еще удерживаемых в секторе газа заложников. В эту ночь Седера наши заложники, находящиеся в плену у Хамаса, стоят перед нашими глазами. Их страдания и страдания их семей разбивают наши сердца и только укрепляют нашу решимость вернуть их. Мы ни на минуту не отказываемся от священной задачи возвращения их домой. К сожалению, до сих пор все предложения по освобождению наших заложников категорически отвергались Хамасом. Именно поэтому американский госсекретарь справедливо сказал, Хамас отказался от всех сделанных ему предложений. По его словам, единственное, что мешает сделке по освобождению заложников, это Хамас. Поэтому мы нанесем по нему дополнительные и болезненные удары. И это произойдет в ближайшее время. В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на Хамас, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться наших целей – победы. Впрочем, у Хамаса есть свои защитники. Катар, выступающий главным посредником на переговорах по освобождению заложников, не видит причин для того, чтобы отказаться от покровительства террористов. «Пока офис Хамаса выполняет свою роль, пока последнические усилия все еще продолжаются, нет никаких оснований прекращать присутствие офиса в Дохе. В настоящее время я не могу комментировать заявление о необходимости ухода Хамаса из Катара. Этот офис был открыт в координации с Соединенными Штатами с целью последничества между обеими сторонами. Пока их присутствие здесь, в Дохе, является полезным и позитивным, в этом посредничестве они остаются здесь. При этом, конечно, как мы уже говорили, мы проводим переоценку нашей роли как посредников, но какие-либо решения по этому вопросу не будут приняты, пока мы не закончим эту переоценку и не будем готовы сообщить о результатах этой переоценки». Недовольные Вашингтоном и в Организации Объединенных Наций, назначенные руководителем проверки нейтралитета Бапор, бывшая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Израилю все еще предстоит предоставить доказательства своих обвинений в адрес сотрудников Агентства по делам палестинских беженцев, которых уличили в связях с террористами. Поэтому решение Конгресса запретить использовать выделенные средства на финансирование Бапор Колонна считает преждевременным. «В целом, результаты нашего отчета таковы, что Бапор располагает весьма значительным количеством механизмов и процедур для обеспечения соблюдения гуманитарного принципа нейтралитета. Фактически, оно имеет более развитую систему, чем другие организации или агентства ООН, учитывая очень сложную среду, в которой они действуют и уникальность их миссии. Мы все знаем, что израильское правительство имеет публичные твердые взгляды на Бапор. Подавляющее большинство международного сообщества не разделяет этих взглядов». Впрочем, в Вашингтоне дали понять, чтобы агентство вернуло доверие доноров, ему необходимы фундаментальные реформы. «Я не хочу давать никаких оценок до тех пор, пока мы не сможем завершить рассмотрение отчета, который мы только что получили. Конечно, мы приветствуем тот факт, что генеральный секретарь принял рекомендации. Мы уже давно ясно дали понять, что Бапор необходимы реформы, и мы приветствовали бы проведение ООН подобных реформ, которые бывший министр иностранных дел Франции госпожа Колонна привела в своем отчете. При этом мы всегда давали прекрасно понять, что считаем, что роль, которую играет Бапор, незаменима в обеспечении и содействии осуществлению гуманитарной помощи не только в секторе газа, но и в регионе. Мы продолжим поддерживать работу, которую они делают». Вот такие вот итоги. В студии мы продолжаем их обсуждать с нашим гостем джазменом, продюсером и юбиляром Леонидом Пташкой. 6-0 в мою пользу. Леонид, так называется, ваш фестиваль юбилейный. 6-0. То есть все-таки абсолютно выигрыш. Да. Я долго думал, как назвать этот кошмар. И, ну, просто 60 лет. Ну, во-первых, не знаю, это не комплимент как бы сам себе, но я действительно себя не чувствую в этом возрасте, потому что мне всегда казалось, когда мне было 20 лет, 60 лет, это уже вообще что-то не такое невероятное. И все мои друзья всегда были старше меня. Всегда. Потому что я очень рано влился в музыкальную жизнь мировой, так сказать, джазовой сцены. И не только джазовой, вообще музыкальной. Всегда были старше меня. Было очень обидно, когда они уходили из жизни. Вот. И на сегодняшний день я практически сам уже теперь такой старший. Хотя, опять-таки, кто-то мне сказал, что ты такой молодой не потому, что ты так быстро играешь, а потому, что так одеваешься. Я говорю, наверное, может быть. Но стиль, это, в общем-то, очень важный момент и в творчестве, и в джазе, в том числе. Как изменился стиль человека по имени Леонид Пташко, который приехал 35 лет назад в Израиль и сегодня, который проводит фестиваль 6.0 в мою поезу? Честно? Честно сказать? Да. Вот правду? Да. Никак. Еще в бывшем Советском Союзе я тоже одевался ярко. Дело в том, что я объездил весь мир уже с 16-17 лет, и я всегда покупал себе яркие вещи, потому что у меня были гастроли и в Америке, и в Германии, и во Франции. Была возможность привести себе яркие вещи, и вот это вот, ну это мой внутренний мир, я хочу дарить людям радость не только как музыкант, но и вот как типаж на сцене. Кто-то из великих пианистов, который ярко тоже одевался, он сказал о том, что вот рояль черный, пианист выходит в смокинге, тоже черный, черная бабочка, и если, скажем, концерт в Карниге-Холл, кстати, в котором я играл, на последнем ряду, он видит черный рояль, какое-то черное пятно, поэтому я одеваюсь ярко, чтобы хотя бы меня видели, уже ладно с роялем, но хотя бы меня, чтобы видели. Но это все, так сказать, полушутка. Да, ну это мой стиль, и это тоже часть, часть моей жизни. Но невозможно же, чтобы за 35 лет в Израиле человек не изменился, все-таки что-то меняется, что дает Израиль музыканту, что привносит Израиль вот в этот джаз, который, и так, all that jazz, ну, как мы знаем из классического фильма. Конгломерат израильской национальности, я так это, так сказать, объединю, у нас все евреи, но евреев очень много с разных стран, поэтому, естественно, музыка влияет, потому что евреи из Грузии, это евреи из Грузии, евреи из Марокко, это евреи из Марокко, и у каждого есть своя, так же, как и национальная кухня, есть свои мотивы, ритмы и так далее, поэтому, естественно, это очень влияет в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что очень много музыки я написал за эти годы, живя в Израиле, естественно, уже с таким влиянием от своей дружбы с разными музыкантами, с общением, естественно, появляются те или иные мотивы, и это очень здорово, потому что столько евреев разнообразных, которые проживают у нас в Израиле, нет нигде. И, кстати говоря, хочу сказать о том, что у нас музыканты очень сильно подкованы в Израиле, вот израильские музыканты, это истеблишмент очень серьезных музыкантов, которые могут играть и это, и это, и это, и это. И это очень важно. В этом смысле, как профессиональный музыкант, ты можешь здесь выжить. И это очень важный момент. И все равно 3 мая, когда вы выйдете на сцену, вы будете говорить какие-то слова и в любом случае будет звучать слово «война». Естественно. В основном это даже не столько война, сколько я думаю, что настоящая победа Израиля будет тогда, когда все наши заложники вернутся домой. После этого будет другой же отчет. И, кстати говоря, естественно, концерт будет вестись на Еврите. Очень хочется отметить одного из выдающихся наших писателей в Израиле, который будет ведущий этих концертов, этих фестивальных дней. Это Йоси Альфи, он директор фестиваля Месопрейси Пурим, фестиваль рассказчиков, мой очень хороший друг. Музыканты все те, которые будут играть. Это все наши израильские звезды. Это и Гиль Шохот, и Тильда Раджуан, и симфонический оркестр Раждода. Нью-Орлеанский джаз, наши израильские ребята. Я боюсь кого-то пропустить, потому что очень много гостей, солисты израильской оперы. Ну, действительно, выдающиеся все люди, Ишлема Гроних, и многие, 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 которые работали со мной за эти годы. И я очень горд тем, что... Я, может, кого-то пропустил, ребята, не обижайтесь. вот, действительно, я очень горд тем, что я именно в израильской жизни. Я ни на секунду, ни на секунду не жалею ни о своем возрасте. 6-0 это очередная победа. Серьезно я бы сказал. Да, это да, потому что с тем энергетическим запалом, который у меня есть на сегодняшний день, кстати говоря, вот ребята молодые, они говорят, мы, говорит, не ожидали, что тебе уже 60. Я говорю, да, я этим горжусь. Говорят, ну, у тебя столько энергии, сколько вообще могут позавидовать действительно 20-летние ребята-музыканты. Это на самом деле так. Это вот моя жизнь. Но вопрос фундаментальный. Что можно изменить с помощью музыки? Себя, потому что ты музыкант, этот мир окружающий, людей, которые слушают, или все же музыка это какой-то такой универсальный инструмент, который делает всего понемногу и в первую очередь зависит, наверное, от человека? Если можно, я отвечу как бы вот свое мнение, да, вот своим как бы мнением. Конечно. Я не буду говорить какими-то общими тезисами. Дело в том, что у меня, как у музыканта, как у Леонида Пташки, которому уже 60 лет, у меня нет никакой цели, кого-то исправлять, на кого-то влиять. У меня единственная цель, единственная цель в моей музыке и в моем общении с аудиторией, это сделать им жизнь легче и сделать жизнь, чтобы они не столько задумывались над жизнью, а сколько, чтобы был все-таки такой, знаете, как говорят на английском, happy end, то есть хороший конец, хороший результат. Вот американские фильмы, они тем и хороши, что там может происходить внутри все, что угодно, но конец хороший. Хорошо, тогда хороший конец. Музыка не зря принесли. Шафар. Шафар. Тот звук, который растворяет на нашу жизнь. Это инструмент, который со мной везде, всегда. И в Германии, и в Америке всегда у меня этот инструмент, я по-другому это назвать, но общение со Всевышним. Тем более сейчас в Пейсах. Субтитры создавал DimaTorzok Леонид Пташко был в нашей студии. Спасибо большое. С юбилеем. Спасибо. Всего хорошего. С праздником Песах. Хорошей недели, отличных фестивалей и победы нам всем. Спасибо за приглашение. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, ставьте лайки о том, как мы проживем следующие семь дней. Вы узнаете в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Я прощаюсь с вами. Шава Атом. Хорошей недели. Здоровья. Мира. С праздником Песах. И победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова